Представиться тоже обязательно нужно, хотя уже встречаемся, я уверен, не впервые. С нами сегодня есть и те, кто является нашим постоянным участником вебинаров, и, как всегда, те, кто присоединяется впервые. Я представляю свою коллегу Елену Бритову, руководителя образовательных программ в образовательной компании Relot. У нас действительно много различных образовательных программ появляется на свет раз в год, как минимум. Мы очень рады тому, что мы плодотворны настолько, и происходит все именно с вашей поддержкой, коллеги. О наших новостях мы и рассказываем на наших вебинарах. Сегодня, возможно, даже что-то тоже услышите. И мой любимый проект Oxbridge, который насчитывает уже несколько лет, вместе с ведущими школами страны, мы ведем и улучшаем качество образования в плане преподавания иностранных языков, качество образования на всех уровнях. О чем сегодня поговорим, коллеги Елены, здесь помогите, пожалуйста, нам по этапам. Спасибо, Геннадий, за представление. С удовольствием, коллеги, представляю вам Геннадия Зайцева, руководителя проекта Oxbridge, проект, который консолидирует в себе весь опыт, накопленный от управления до контроля качества в процессе обучения. И я с удовольствием представлю нашу тему сегодня, о чем мы будем говорить на ближайший час нашей встречи. Итак, напоминаю, работаемый час, вопросы, информация, мнения, советы, все делим в чате. Обращайте внимание, наши помощники сегодня, организаторы будут еще публиковать в чат, параллельно с нашим выступлением, полезные ссылки, контакты и адреса электронных почт. Эта информация вам обязательно пригодится, поэтому следите за чатом и оперативненько сохраняйте себе информацию оттуда. Тема сегодняшней нашей встречи – это новая реальность смешанного обучения, переключение между оффлайн и онлайн. На наш взгляд, сейчас это одна из самых актуальных тем. Онлайн, процесс обучения онлайн, вопросы, сложности, проблемы появилось очень и очень так стремительно, когда мы все оказались в локдаун весной этого года, ранней весной этого года. И до сих пор эти проблемы, эти вопросы, эти темы звучат и звучат при обучении, на совещаниях и в других областях. Но сейчас также становится, осенью этого года становится очень актуальным вопрос. К сожалению, прогнозы разные, земля полнится слухами, и вот мы готовимся преподавать и оффлайн, и с удовольствием хотим это делать, и соскучились. Но тем не менее мы должны быть готовы к переходу полностью в онлайн. Многие школы, вузы уже в разных городах, регионах соединяют в себе оффлайн и онлайн обучение. Классы, школы, образовательные учреждения потихонечку переходят на distant. Будет ли возврат обратный, когда, насколько быстро и оперативно мы сможем об этом узнавать, пока эти вопросы под сомнением. Поэтому сейчас остро встает вопрос о том, как комфортно сочетать обучение оффлайн и онлайн, как сохранять преемственность процесса обучения при переключении из одного режима в другой. И вот об этом мы сегодня будем говорить. Мы, конечно же, затронем вопросы технической стороны организации онлайн обучения, но также поговорим и о том, как эти технические вопросы можно и нужно сочетать с оффлайн обучением в классах, в школах, в образовательных организациях. Платформы, программы, их наполнение, учебно-методические комплекты и прочее осветим именно в этом вопросе. Поддержка и контроль преподавателей. Когда преподаватель работает в классе, руководитель спокойно, он видит работу, видит довольные лица учеников, студентов, как проконтролировать вот эту удовлетворенность процессом обучения, качество при режиме работы в онлайн. Тоже об этом расскажем, об обучениях и методах контроля работы преподавателей. Ну и, конечно же, в рамках такой нестабильной ситуации в целом и в образовательных процессах важно не забывать об поддержке родителей. Тоже, да, это один из ключевых, ключевые лица процесса обучения, да, в том числе. Как нужно взаимодействовать со школой? Какие ресурсы есть для помощи родителей при занятиях онлайн? Да, как они и что они могут использовать, чтобы помочь своим детям, ученикам нашим в процессе обучения онлайн на онлайн-платформах. Ну и, конечно же, мы осветим очень важный вопрос для руководителей, для образовательных организаций. Мы подробно разберем и расскажем о преимуществах работы онлайн. Конечно же, это коммерческая результативность прежде всего. Ну и как она отражается в сочетании оффлайн плюс онлайн, да, смешанного обучения. Вот такие планы у нас на сегодня. Будем рады вашим комментариям. И, пожалуйста, представьтесь тоже сейчас в чате, откуда вы, какой город, какой регион, кем вы работаете, руководители, методисты, академический директор, преподаватели, репетиторы. Может быть, вам очень интересно посмотреть на географию о сегодняшней нашей встрече. Я предлагаю прямо активно тогда поэксплуатировать нам чат-бокс. И не только, коллеги, пожалуйста, представьтесь, напишите, из какого вы города сегодня с нами. Но и вопрос по существу нашей сегодняшней темы. С какими сложностями вы столкнулись или сталкиваетесь? Потому что мы говорим о том, что это реальность наша сегодняшняя, в которой мы живем. С какими сложностями вы сталкиваетесь при переключении между оффлайн и онлайн обучением? При сочетании вот этих форматов. Потому что, ну да, вот та реальность сегодняшнего дня, это не просто то, что онлайн пришел к нам, мы к нему были готовы или не были, но сейчас вынуждены. А реальность именно в том, что мы будем переключаться между одним и другим. И наша идея сегодня с Еленой в том, что здесь абсолютно нет ничего страшного. Мы спокойно привыкаем к такой жизни, адаптируемся. И, как происходит это всегда, с оптимизмом, выносим из этого максимальную выгоду, в том числе материальную. Но я вернусь к нашему вопросу. Да, вопрос такой, основной. С какими сложностями? Прямо одно-два слова от вас, коллеги, вы сталкиваетесь при переключении между онлайн и оффлайн. Елена? Да, у нас сейчас чат оживился. Спасибо большое. Ижевск, Санкт-Петербург, Ивановская область, Тюмени, Владикавказ, Нижний Тагил. Спасибо, коллеги, всех абсолютно рад. Здорово, здорово, да. Образовательные учреждения совершенно разные. Это и высшие, университеты, школы. Спасибо. Смотрим. Сложности, интерактивная работа ученика в онлайн. Даниил, спасибо. Коллеги, подсоединяйтесь. Контроль. Спасибо большое, Елена. Еще, какие сложности были? Дзержинск у нас, Нижегородская область. Город Волжский у нас тоже есть, представлен здесь. Ах, как знакомо это слово. Я про Волжский. Да. И про реку Волж. Я тоже там была, замечательный город. Коллеги, какими сложностями вы столкнулись при переходе в онлайн обучение? Что максимально сложно было исключительно для вас? Очень интересно с этим познакомиться. Я, как методист по английскому языку, конечно же, очень активно в локдаун, оказывала поддержку учителям, образовательным учреждениям, оказывала поддержку компании Reload при переходе в онлайн обучение. Мы, конечно же, делали опросы самых сложных моментов в онлайн. И сегодня об этом будем говорить. Получение обратной связи. Анна, спасибо. Основная сложность – несерьезные отношения студентов и отсутствие технических возможностей. Сделать так, чтобы ребенок работал в процессе онлайн-уроков наподобие как с доской и постерами. Даниил, спасибо. Диана, тоже спасибо. Организация обсуждения в группах, в парах. Елена, отлично. Спасибо. Коллеги, продолжайте писать о своих сложностях и болях. Они нас вдохновляют и мотивируют, потому что мы хотим предлагать пути решения этих сложностей. Техническая сторона вопроса, техническое обеспечение студентов. Увы, совершенно согласна. Организация обсуждений. Сложности нет при приключении особых. Проблемы к технической готовности студентов и отдаленных территориях проживания. Не у всех есть технические возможности, и размеры квартиры не позволяют уединиться для урока. Совершенно верно. Сложности в групповой работе, отсутствие самоорганизации, технические возможности. Ну что, у нас в топе технические возможности стороны онлайн обучения, стороны процесса онлайн обучения. Геннадий, расскажите о том, какие еще возникали проблемы у учителей при переходе в онлайн обучение. Какие сложности могут быть, и мы должны быть, конечно же, к ним и готовы. Ну вот, да, коллеги, на слайде тот список далеко не исчерпывающий, который, с одной стороны, немного предвосхищает наш опрос, в котором мы сейчас с вами поучаствовали и как раз подтвердили то, что те проблемы, они действительно проблемы. Сложности, действительно сложности. А с другой стороны, этот список еще и собрание опыта от отзывов от наших коллег по всему миру. То, что мы проводили на недавних конференциях, и действительно проблемы общие для всех. Локдаун сказался на, действительно, самых отдаленных уголках и земного шара, и страны. Внимание студентов, возможность сохранить интерактивность на занятии. Технические навыки, как преподавателей, так и студентов. У всех совершенно разный опыт дружбы с техническими устройствами. У всех разная, действительно, ситуация дома. Но вот, с одной стороны, совокупность этих проблем, а с другой стороны, решения также существуют. Мы сегодня будем с вами рассказывать, на каких сайтах, либо в какой мере конкретно наш проект и наша образовательная организация поддерживает школу, поддерживает учителей, поддерживает руководителей. Елена, как методист-практик, поделится примерами из опыта. И работаем дальше по программе. Коллеги, сейчас очередной вопрос к вам. В чат, пожалуйста, напишите, какими... Елена забрал, по-моему, это ваш вопрос, но он наш общий вопрос. Какими платформами, да? Какие платформы, коллеги, используете при проведении уроков онлайн? Zoom, Skype. Например, такие, да. Мы в данном случае не... Мы в данном случае, конечно же, беспристрастны по отношению к каждой из них. Есть какие-то свои предпочтения. Мне лично больше всего нравится, наверное, Microsoft Teams, который сейчас приходит окончательно на замену Skype. В 2020 году Skype будет компанией Microsoft упразднен, и Teams — это тот более совершенный, более технологичный аналог Skype, с которого мы в свое время все начинали знакомство с видеоконференциями. Та платформа, которую мы используем для вебинара сейчас, коллеги, она тоже очень даже милая, Zoom со всеми его прелестями. Важно для меня лично еще в платформах, как это происходит в Teams, например, иметь возможность работать в группах, в парах, например, что важно нам при онлайн-занятии. Параллельно тому, как другие коллеги в этой же группе работают в парах. Да, Zoom, Skype, Teams, Moodle — это фавориты не только наших участников сегодня, но и как показывают опросы. Конечно же, первые свои уроки, когда мы вынуждены были преподавать онлайн, многие из нас, многие учителя, особенно репетиторы, сразу же начали проводить в Skype. Всем до более известная платформа, с которой мы знакомы уже очень много-много лет. Но оказалось, это не так просто сделать при групповых занятиях и при организации, если мы говорим исключительно про преподавание английского языка, организацию групповой деятельности, парной деятельности и ведение интерактива. Zoom становится все популярнее и популярнее, и сейчас очень многие работают именно на этой платформе. И мы сегодня проводим с вами встречу здесь. Действительно, есть существенные преимущества у данной платформы. Можно организовывать и групповые занятия, количество участников практически не ограничено. Если мы говорим о бизнес-аккаунтах, то, соответственно, и время мы можем проводить на нашей встрече, уделять достаточно много, больше, чем 40 минут, как это в бесплатной версии. Есть очень замечательные фишки, так их назовем, как использование виртуального фона. Сейчас можно скрыть все нюансы места, из которого проводятся занятия. Использование комнат, где можно соединить пары участников, где можно проводить занятия в мини-группах, так и в больших группах. В общем-то, это, конечно, сейчас самая популярная платформа для проведения занятий. Teams действительно сейчас набирает обороты. И, конечно же, уже нужно задуматься о том, чтобы освоить ее в ближайшие дни и уверенно чувствовать себя в ней, если вы еще этого не сделали, потому что очень много сейчас и образовательных курсов, и организаций работают с Teams, и школы в том числе, ну и многие-многие другие. Конечно же, платформа, через которую мы проводим вебинары, онлайн-занятия, онлайн-консультации, это не стопроцентный гарант того, что наши занятия будут проходить качественно. Это лишь средство, которое нам помогает провести занятия, встретиться с нашими учениками, с нашими студентами, с нашими клиентами. Но есть еще другие, более-более важные вещи, которые как раз-таки и обеспечивают качество. Тот самый интерактив, с которым мы столкнулись в рамках проведения онлайн-занятий, да, и вы его упоминали сегодня в чатах, как оказать, как сделать занятие интерактивным, интересным, как использовать, как работать с доской, с виртуальной доской. Мы привыкли, все мы пользуемся средствами визуализации доска, плакаты, картинки, флеш-карты и так далее. Как это все сделать в онлайн, потому что, ну, с одной стороны, мы уже к этому привыкли, а с другой стороны, это же самые важные инструменты для организации процесса обучения, да, мы можем забывать про визуализацию, это основной принцип. И здесь встает вопрос о том, как выбрать, как подобрать материал для того, чтобы занятия были эффективными, интерактивными, качественными, и при этом все абсолютно чувствовали себя комфортно, учитель, преподаватель, репетитор и ученик, да, и вот мы как раз переходим к тем, к самым материалам, которые нужно, можно и очень важно использовать при организации онлайн-обучения, да. Данные ресурсы, мы их выделили, три таких основных компонента, по сути дела, три кита, на которых строится обучение онлайн, но эти же киты очень хорошо и очень эффективно можно применять в оффлайн-обучении, да, соответственно, ну, те затраты, если мы говорим о финансовой стороне, ваша готовность как учителя работать с этими материалами, в общем-то, она применима при любой форме проведения занятий, будь то оффлайн-класс или будь то онлайн, да, через ваши любимые или ваши знакомые платформы, которые вы сейчас обозначили в чате, да. И на экране мы видим основные три кита по нашему мнению, для организации онлайн занятий. Ну, конечно же, если мы говорим про учебный методический комплект, учебник, если сокращенно мы его называем, то при выборе мы основываемся в основном на таких факторах, как сочетаемость с группой, да, интересы группы, возраст, уровень, безусловно, это первое, на что мы обращаем внимание. Но вот уже на протяжении всей этой ситуации с карантином нужно отмечать очень важный фактор. Вот лично я, как преподаватель, сама преподаю английский язык, для меня уже, ну, не первый год стал неотъемлемой частью при выборе учебно-методического комплекта наличие диджитал-компонентов, то есть компонентов, которые позволяют организовать обучение через онлайн. Как никогда это стало очень актуальным, и мне кажется, сейчас просто выбрать учебно-методический комплект, где нет цифровой поддержки, ну, это просто очень и очень сложно, и мы сами себе усложняем нашу профессиональную жизнь. Соответственно, при выборе учебно-методических комплектов цифровой компонент стал самым важным ресурсом. Что такое цифровой компонент? Что он подразумевает? Это, конечно же, наличие Classroom Presentation Tool, CPT, условно мы так называем, сокращенно, аббревиатура, которая комфортно обеспечивает работу как при онлайн, вы демонстрируете все материалы именно в интерактивном формате, что очень важно. Но и CPT, конечно же, безусловно, можно использовать и офлайн, когда эти же материалы выводятся через виртуальную доску, и также интерактивно вы работаете непосредственно в классах. Конечно же, это e-books, которые есть и могут быть и у вас как у учителя, и как у ребенка. Это и student book, и workbook даже. И в любой момент в онлайн это вообще очень легко работать с e-books, не нужно ничего распечатывать. Если нет возможности у студентов распечатать, пожалуйста, у него есть электронная книга, у него есть электронная рабочая тетрадь, где он с удовольствием может работать как во время урока, так и непосредственно выполнять задания для самостоятельной работы. Если мы говорим про офлайн, случаются такие ситуации, я думаю, очень и очень часто приходит студент, один, два, забыл книгу, забыл учебник. Что мы делаем? Мы тратим время, мы идем, мы ксерокопируем, мы пытаемся найти запасной вариант в нашем учебном заведении. В общем-то, это дополнительная какая-то работа, которую лучше потратить на качественное проведение занятий. Соответственно, забыл учебник, открывает e-book, или вы открываете на своем ноутбуке, на тех средствах, которые доступны в образовательном учреждении, и вопрос уже снимается. Все ученики обеспечены книгами в любой момент и материалами для проведения занятий. Ну и, конечно же, организация чтения, в английском языке, дополнительного чтения, extensive reading, при помощи электронных, опять-таки, ресурсов, вы видите сейчас на экране значок, это электронные ридеры, которые, опять-таки, могут применяться как офлайн, так и онлайн, но еще существенное преимущество есть. Все студенты сейчас настолько находятся, ну, они настолько поглощены цифровой средой, общением в соцсетях, в планшетах, ноутбуках, телефонах, да, что, ну, многие просто не любят или не входят в это в зону их интересов, читать книги в печатном формате, да, имея возможность предоставлять и снабжать своих студентов именно электронной литературой, дает дополнительные инструменты для преподавателей. Мы как бы входим в их цифровое пространство, в их телефоны, в их планшеты, но уже непосредственно непосредственно с целью... Елена, вы как на связи? Это меня тогда отстранили. У нас кто-то, да, я попрошу администраторов обратить внимание, Тан, на то, у каких участников включены или не включены микрофоны, чтобы у нас не выбивало. А я здесь добавлю насчет электронных читалок, например, почему именно в электронном виде она хороша, потому что есть возможность выполнить интерактивное задание прямо в этой электронной книге, а у учителя будет возможность посмотреть процентное отношение, насколько вся группа выполнила задания, которые к этой конкретной книге для чтения предназначены. Как Classroom Presentation Tool, что, по сути, учебник, демонстрируемый фронтально, так и электронные книги, и рабочие тетради, и книги для чтения. Все это, коллеги, у нас находятся на платформе Oxford Learners Bookshelf, известные вам наверняка, а если же нет, и если вам, я уверен, что случай обязательно выдастся, нужна будет подробная консультация или подробное руководство о том, как работать с электронными учебниками, то у нас в этой связи есть что? У нас создано несколько курсов, обучающих работе с электронными учебниками, и обучающих работе с онлайн-ресурсами в целом, в зависимости от специфики возрастной группы. Эти курсы, я еще буду говорить, они размещены у нас на портале школы педагогического мастерства, это разработки образовательной компании Reload, и уже более полугода такие курсы, я имею в виду, связанные с работой онлайн, они пользуются самой большой популярностью. А добавите нам что-то про формирующее оценивание, насколько это важный компонент, и что он помогает сэкономить, может быть? Безусловно, оценивание или контроль прогресса, движения вперед наших студентов очень важны в процессе обучения. Если мы не понимаем, куда мы идем, то и придем мы никуда. То есть прежде чем обозначить, прежде чем начать, мы должны обозначить ту самую финальную цель. Мы все помним, как формируются цели процесса обучения. Идя непосредственно к цели, мы еще должны обозначить точки контроля, которые присутствуют, которые будут говорить нам о том, идем ли мы правильно, не сворачиваем ли мы в пути, все ли успевают идти вместе с нами, идет ли группа ровным строем вперед для достижения цели образовательного курса. И вот эти точки контроля, конечно же, они очень важны и необходимы. Но если мы говорим об качественных, учебно-методических комплектах, которые подразумевают не только базовые представления, это книга для ученика и рабочая тетрадь, книга для учителя, которая, безусловно, является важным компонентом, но и предоставляют цифровую поддержку, цифровые ресурсы, обеспечивают сразу же планированием, продумыванием и сразу же ресурсами для дополнительной работы, то, безусловно, у них еще обязательно есть и те самые ресурсы, те самые материалы, которые помогают проводить, проверять вот те самые точки контроля, те самые промежуточные пункты или промежуточные станции, по которым мы движемся вперед. И они, конечно же, тоже предусматривают работу в онлайн, могут быть организованы в онлайн-формате, и это очень здорово. Мне, например, как учителю безумно приятно проводить тесты, онлайн-тесты с детьми, когда при этом у меня есть класс, я могу выгрузить отчет о проделанной работе, видеть сразу результаты всех своих учеников, сравнивать, их компилировать, обращать внимание на их балл, на то, сколько времени они потратили, какие ошибки они сделали. Но и самое главное, это делает уже за меня ресурс, цифровой ресурс, который проверяет, то есть я не трачу время на то, чтобы работать с этими бумагами, сверять, проверять, разбирать, может быть, непонятный почерк своих учеников. И, конечно же, это снимает и дополнительные ошибки. Но если мы говорим еще о подборе, о выборе учебно-методического комплекта, я уже сказала, что я уже давно обращаю внимание на наличие цифрового компонента, потому что он для меня обеспечивает тот самый интерактив и в оффлайн, и в онлайн. Но еще очень важно, когда я сталкиваюсь с новым учебником, как преподаватель, как методист, и всегда это советую своим коллегам, когда я сталкиваюсь с новым учебно-методическим комплектом и думаю брать его в работу, оценить все его возможности по достоинству, я бы еще очень хотела обратить внимание на то, чем мне помогут авторы, методисты образовательного этого учебно-методического комплекта, издательский дом, который этот учебно-методический комплект предоставляет, партнеры, если мы говорим о зарубежных в России, которые предоставляют этот учебно-методический комплект. Конечно же, ну, лично для меня, я думаю, что для большинства из вас, все можно изучить самостоятельно, но вопрос, насколько правильно мы будем понимать методы, принципы и так далее этого учебно-методического комплекта, но и еще потратить на это очень много времени. Гораздо проще обратиться к профессионалам, к людям, которые работают с этими материалами уже очень и очень много лет, и которые, в общем-то, работают с ними сами, обучают преподавателей, готовят семинары, тренинги, курсы повышения квалификации, обрабатывают опыт, проблемы, страхи всех коллег, которые работали с этими комплектами и дают уже готовые решения. Конечно же, это здорово и это замечательно, когда такая возможность есть. Если мы говорим про учебно-методический комплекта Oxford University Press, то компания Reload предоставляет всевозможную помощь преподавателям, учителям, репетиторам, образовательным организациям, работающим с этими комплектами. Это, конечно же, вебинары, которые проводятся по учебно-методическим комплектам, где можно получить информацию о учебно-методическом комплекте, какие компоненты есть, посмотреть. Сейчас мы не всегда имеем возможность выехать в магазин и полистать книжечку, к сожалению. Вот как раз такие вебинары дают возможность посмотреть учебник изнутри, подробно познакомиться с принципами, с методиками, с основными особенностями этого учебно-методического комплекта, как и в какую линейку он подходит максимально хорошо, чтобы сохранить преемственность процесса обучения. Естественно, курс тренинги по конкретным материалам или по работе с конкретным возрастом и конкретными материалами безусловно упрощают жизнь преподавателя и образовательной организации в том числе. Если мы как руководители уверены в том, что преподаватель знает, уверен, хорошо может работать с учебно-методическим комплектом, самое главное использовать все его ресурсы на 100% в рамках своих занятий, в рамках своего курса, то мы, безусловно, можем быть спокойны за качество и за результаты учеников и, собственно говоря, всех, кто обучается в нашем образовательном учреждении. Ну, если мы говорим о более комплексной поддержке, то, конечно, образовательному учреждению важно получать абсолютно полный комплект и полное представление, так называемый подключ от организации материалов, обучения преподавателей работы с этими материалами и с данными конкретными группами студентов, ну и, конечно же, контроль работы как преподавательского состава, так и контроль достижения успеха наших учеников. Геннадий, микрофон у вас, выключен микрофон, мы вас не слышим. Да, мы таким образом подходим к следующей теме, это поддержка преподавателей обучения, ну и, конечно же, мониторинг качества обучения, который будет следовать за тем, когда мы их обучили. Встает очевидный вопрос, кто будет осуществлять этот тренинг, кто же нас научит тому или иному. Ну и здесь тоже экспериментировать можно до бесконечности и в итоге опыт собранный со школ со всего мира, прежде всего с наших российских языковых школ и образовательных учебных заведений, говорит о том, что именно внешняя поддержка, она становится наиболее эффективной, когда мы беспристрастны, что называется, что-то я это слово сегодня люблю взглядом, смотрим на то, что происходит, помогаем улучшиться в том или ином, в зависимости от необходимости направления. Так, слайд истайтесь. Так, когда проблема становится таким образом, что обучение провести должен кто-то, мы, конечно же, идем куда? К авторитетам, кто может быть таким авторитетом, у кого есть опыт, накопленный на примере работы с ведущими образовательными организациями. В данном случае проект Oxbridge консолидировал этот наш опыт более 30 лет. Каким образом это происходит? Мы слайд нужно демонстрирующий, но объясню своими словами, как раз так будет лучше. Мы обучаем преподавателей работе с ОМК, мы предоставляем максимально исчерпывающий пакет документов в виде пояснительных записок, календарно-тематического планирования, уникальной программы, разработанной Светлана Николаевна Васевича по работе с оксфордскими материалами. Дальше мы работаем на занятиях, смотрим на уроках, в каком направлении можно скорректироваться преподавателем, проводим работу над ошибками, анализируем замечания, которые есть, и дальше тоже очередным срезом присутствия на занятиях мы помогаем улучшить процесс. Это происходит и в форме присутствия на уроках, и в форме опроса преподавателей. Преподаватели делают какие-то небольшие домашние задания, и такое обучение проходит на самом деле в приятной форме. Это не воспринимается как нагрузка дополнительно обременяющая. Это действительно помогает улучшиться всем. Таким же образом апробируются даже и некоторые УМК, это что касается поддержки со стороны издательств. Как я всегда говорю, коллеги, в такой совместной работе улучшается весь процесс. Но если говорить про проект Оксбридж, то это улучшение качества образования на всех уровнях, начиная от управления, заканчивая образовательной средой. Что она предполагает сегодня, мы об этом еще будем говорить. конечно же, когда мы работаем с ресурсами, мы должны понимать не только, что мы от них хотим, как преподаватель, как мы это можем сделать, но еще было бы здорово и замечательно и очень интересно посмотреть, что же происходит в этот момент, так скажем, глазами наших учеников, глазами наших студентов. это очень важная часть процесса обучения и подготовки преподавателей. Мы с вами понимаем, что мы можем говорить об самом занятии, о его эффективности, результатах, о мерах контроля, ассессмента и так далее, но в конечном счете наши ученики абсолютно любого возраста оценивают занятия по двум основным категориям. Интересно и неинтересно, нравится и не нравится. И вот для того, чтобы понимать, как же видят процесс обучения наши с вами ученики, какими глазами, в том числе, если мы говорим про онлайн, насколько им удобно работать в тех или иных цифровых ресурсах, онлайн практиц, насколько они комфортно себя чувствуют при работе с электронными книгами, с электронной рабочей тетрадкой, мы должны, конечно же, быть готовы к тем сложностям, вопросам, трудностям, которые могут возникнуть у наших учеников. И быть готовы к этому не только как преподаватель, а вот что может произойти, может интернет зависеть, или он может не разобраться, как вести код. Но еще, если мы пройдем весь этот процесс, как наши ученики, то мы будем понимать глубже то, с чем сталкиваются наши студенты. Поэтому, если мы говорим про подготовку преподавателей, и вот про те образовательные курсы, которые я упомянула выше, начиная от вебинаров, заканчивая школой педагогического мастерства, то хочу обратить внимание, что в обучении преподавателей обязательно наши эксперты, наши лекторы закладывают и процесс практики. То есть, когда мы, учителя, выступаем в роли студентов и проходим путь ученика от начала и до конца, мы видим и возможности, и особенности онлайн-компонентов, мы видим, как они работают дома у ученика, что он может сделать, какие, возможно, у него будут вопросы и сложности. И это делает процесс подготовки учителей более комплексным. То есть, мы понимаем процесс изнутри, так скажем, его обратную сторону глазами наших учеников. Кроме того, во многих курсах школы педагогического мастерства заложено так называемое демо-занятие, когда преподаватель выступает в роли ученика и присутствует на реальном уроке демо-занятие по определенному УМК, для определенного возраста, и может настолько вжиться в эту роль, в роль своего студента, и, конечно же, сразу процесс обучения воспринимается с другой стороны. Еще один и еще один вопрос, прямо связанный логически с темой, о чем говорила Елена, как сбалансировать теорию-практику. Вопрос, который мы обсуждали и обсуждаем со школами, с которыми работаем на том или ином уровне, действительно существует какой-то разбаланс. Кто-то любит читать всевозможные инструктирующие материалы, кто-то наоборот любит именно своими руками что-то ощутить и только тогда понять, как это работает, игнорируя таким образом инструкции, хотя в них часто заложено именно то основное, те ключи работы с устройствами, или с платформами, или с заданиями в учебнике, как это бывает в книге для учителя. Книга для учителя это тоже инструкция по эксплуатации основного учебника. Но и ответ прост, ответ, как у капитана очевидности может быть прозвучит, но это сочетание, сочетание теории и практики. А самое главное, что, например, практика освоения работы с конкретным курсом, она и происходит на примере этих конкретных курсов. Каким образом разработаны наши методические сопровождения? Начиная с поясительных записок к УМК, мы дальше проводим вебинары, либо курс обучающих занятий, где именно примеры из конкретного учебника будем рассматривать. Либо несколько учебников, но это будет уже подобрано под конкретную возрастную категорию. Таким образом, мы набираем нужный объем практики. Так, еще существует вопрос, какая же среда является идеальной онлайн среда или оффлайн среда, где работать лучше, где урок будет успешнее. Когда случился такой локдаун в нашей стране, многие учителя, которые не работали в онлайн, не преподавали онлайн, а работали только в оффлайн, они испугались, конечно же, потому что первый страх, первое возражение, которое возникло, я никогда не работал онлайн, я не смогу это сделать. И это было из-за того, что многие преподаватели не совсем понимали, что занятия онлайн и оффлайн в принципе строятся по основным принципам, и мало чем оно может отличаться, кроме того, что нас с учениками разделяет некое техническое средство. поэтому если мы все точки, трюки, которые применяем при оффлайн занятиях можем перенести в онлайн, то качество онлайн занятия не пострадает. Любое занятие, сейчас не буду делать оговорку на формат его проведения, конечно же, начинается с постановки образовательной цели, мы намечаем то, к чему хотим прийти вместе с учениками к концу занятия, образовательной цели, ее нужно и важно делать правильно, формулировать для себя и для своих учеников, ну и, конечно же, в принципе, ее формулировать, потому что многие преподаватели выходят, не понимая, в общем-то, цели, а зачем, для чего этот урок, чему я его, чему я научу своих студентов, это самое главное. Конечно же, после формулировки цели для любого формата мы составляем план урока, где продумываем все нюансы, куда включается интерактив, да, визуализация и основные моменты проведения. Онлайн-занятие никак по структуре урока не должно отличаться от офлайн. Мы также начинаем с организации начала урока, что это будет, warming up activities, да, какие они будут, как они сочетаются с целью, с образовательной целью данного конкретного занятия. Перед тем, как ввести основной материал, мы должны, конечно же, наших студентов разогреть, и при помощи онлайн это тоже можно делать. Как мы введем тему онлайн, лидин, так называемые, как правило, те советы, которые отражены в книге для учителя, они очень легко сочетаются и с онлайн-обучением в том числе. Основная часть урока, да, чтобы создать интерактив, чтобы не устать от экрана, да, для детей, мы тоже смотрим на основные компоненты. Если мы говорим о младшей школе, например, те, дети, которым тяжело, почему бы не запланировать физические активности, почему бы не запланировать те же самые песни, танцы, total physical response, да, полное физическое погружение и организовать его онлайн. Это же тоже можно сделать. Наши студенты комфортно могут подняться со своих стульев, да, встать из своего рабочего стола, как мы это делаем оффлайн. Конечно, сочетание учитель говорит, экран показывает и что-то мы активно делаем. Вот когда разбивается на эти три основные составляющие, урок смотрится уже динамично и более интерактивно, а не когда только идет материал, транслируется через экран, при этом ничего не показывает учитель или же дети только сидят и пишут за своими рабочими столами. Почему бы нам не добавить элементы живых уроков, я так называю, в процесс обучения. Если мы говорим о тех же младших школах или о работе с дошкольниками, вполне реальный, сейчас немножко сливается с фоном, но я надеюсь, вы его видите, вполне реальный предмет, который также можно демонстрировать через экран, безусловно, создаст то самое яркое пятно вашего онлайн-урока. Это может быть игрушка, как я вам сейчас показала. Если у вас тема, например, одежда или что-то такое, то можно взять реальные вещи, которые у вас окажутся под рукой. То же самое можно попросить сделать ваших студентов. Ну и, конечно же, мы не забываем об основных принципах урока, они одинаковые, как для оффлайн, так и для онлайн. Это сохранение наглядности, визуализация, демонстрация через экран посредством цифровых ресурсов, о которых мы сказали выше. Это дублирование информации, например, в чат, как сейчас делают наши организаторы. Мы не только говорим, вы не только видите нашу презентацию, но вы еще получаете информацию, которую можете скопировать, сохранить, сфотографировать в нашем чате. Это, конечно же, принцип новизны, безусловно. Каждое занятие дети, наши студенты узнают что-то новое. Это принцип практической направленности, да, и опять-таки, если мы подключаем то, что окружает наших учеников во время онлайн-занятия, это дает дополнительный акцент на практическую направленность той или иной темы при изучении английского языка. Ну и материалы, которые мы используем, естественно, да, мы помним, что как в оффлайн, так и в онлайн количество дополнительных материалов к уроку не должно превышать ни в коем случае количество основного материала, которое мы применяем, да, я всегда советую преподавателям задуматься, что если на ваших уроках дополнительного материала больше, чем предполагает работу с основным учебно-методическим комплектом, то, скорее всего, учебник подобран не совсем точно и не совсем правильно, не отражает либо интересы, либо возраст, либо уровень ваших учеников, да, соответственно, если мы сохраняем вот основные моменты, предъявляемые к оффлайн-уроку в онлайн, то занятие становится абсолютно таким же эффективным, результативным, интересным и, самое главное, интерактивным для наших учеников. Я здесь подумал о том, что поставленные рядом два ученика, один из которых изучал язык только оффлайн, а другой только онлайн, они не должны отличаться, их способности, правда же? То есть это должны быть все коммуникативные навыки языка, как мы их себе и представляем. Еще чуть больше рекомендации относительно того, как удерживать, например, внимание на занятии, да, или как как работать с разноуровневыми группами. Рекомендации тоже уже почерпнутые из сложившегося в этом году и в некоторые предыдущие годы опыта. Давайте я здесь озвучу кратко, Елена, и добавите. Да? Значит, то, что мы рекомендуем учителям, это не забываем еще и учитывать специфику курса, то есть с курсом нужно познакомиться, лучше это сделать в ознакомительных установочных занятиях. Возможности у учеников тоже могут быть разные. Технически может быть у них один компьютер в доме, на который вся семья будет претендовать. Разный опыт знакомства с техническими устройствами тоже может быть у преподавателя и у обучающихся, и поэтому, конечно же, преподаватель будет уверенно себя чувствовать именно тогда, когда соблюден баланс теории и практики. как рекомендовали многие коллеги, уже успевшие поработать онлайн, очень помогает более часто, если, например, нет такой привычки в принципе, более частое обращение к обучающимся по имени, то есть всех называем по имени, но логично на самом деле, ответ лежащий на поверхности, но часто это остается без внимания в практике. те обучающиеся, кто, может быть, любит больше помолчать по тем или иным причинам, стесняется, может быть, что-то понимает, что более активно и сделают это за них, им также, их также называем по имени, обращаемся к ним конкретно и даем конкретно им задания во время занятия. При работе в парах или работе в группах проговариваем здесь вдвойне четко и вдвойне конкретно какая у кого роль. И здесь как раз работа с разноуровневыми группами тоже будет учитываться в том плане, что кто-то может, например, конспектировать, делать заметки или выписывать определенные глагольные формы, те, которые в фокусе на занятии были во время того, как идет работа в группах. То есть при групповой работе у каждого конкретная роль. Именно вот это распределение ролей мы не игнорируем с тем, чтобы работа действительно была, с тем, чтобы никто даже не самые активные ученики, чтобы никто не смог отсидеться в онлайне, да и в оффлайне, собственно, просто так. То есть рекомендации, о чем Елена говорила на предыдущем слайде, они будут касаться, так как цели у нас одинаковые и для онлайна, и для оффлайн-формата, такие рекомендации, они на самом деле относятся к обоим форматам. Елена, добавьте здесь что-то, что еще я не упомянул. Я добавлю пару практических советов. Первое, что мы посчитали, среднее время подключения студентов к онлайн-уроку составляет от одной до трех минут, может даже доходить, если есть проблемы с интернетом, говорим об удаленных регионах и так далее. Соответственно, на вот это время уже нужно сразу закладывать план занятия, на то, что в момент студенты могут подключаться у кого-то один ноутбук на всю семью, поэтому есть такие нюансы. Всем преподавателям советую во время подключения сразу запланировать некий warm-up activities, который дает возможности вам уже работать с подключившимися учениками, но при этом опоздавшие на урок, который только подключается в этот момент, в общем-то, они не теряют ничего с точки зрения информативности. Это первое. Второе, всегда советую преподавателям обязательно обратить внимание на ошибки. Связь съедает ошибки в речи, если мы говорим исключительно про подготовку по языкам. Некоторые ошибки, особенно такие, как окончание, не совсем точное произношение слов, связь может, к сожалению, съедать для учителя. Поэтому всегда советую держать ухо востро и очень внимательно слушать, чтобы вовремя, в зависимости от формы работы, подобрать необходимый способ исправить данные ошибки ваших учеников. Ну и самое главное, все мы люди, все мы человеки, как говорится, естественно, во время онлайн-занятий может пойти что-то не так. Вот сегодня меня выбросило из виртуальной комнаты, и такое может случиться. В этом, в принципе, нет ничего страшного. Во время занятий может произойти какой-то форс-мажор, резкий стук, звук, сторонний шум, все что угодно. Поэтому, если такая ситуация происходит, ничего страшного. Есть такой совет, что в этот момент необходимо немножечко прерваться. Если студенты это тоже все услышали, обратили на это внимание, проработать это вместе с ними. Прошу прощения, ко мне пришел, соседи делают ремонт и так далее. Дождаться, когда внимание будет опять направлено на вас и продолжать ваши занятия. Помню, первый опыт в режиме такого локдауна. Мы помогали в организации проведения родительского собрания для школы, которая перешла в онлайн, это традиционное оффлайн образовательное учреждение. Они работали в оффлайн, и мы собрали всех родителей для того, чтобы проговорить какие-то моменты, снять их страхи, сложности, конечно же, познакомить с технической стороной процесса обучения. И вот на моей речи, это самая смешная история из моей личной практики, когда я рассказываю им о том, что все может быть, мы понимаем, квартиры не у всех большие, не у всех есть возможность организовать качественное рабочее место. Бывает такое, что младшие братья вмешиваются в процесс обучения, животные, домашние тоже, мы, к сожалению, их не можем ограничить. И вот на моей фразе про домашних животных просто у меня над головой пролетает мой личный код. Конечно, такое может быть, и никто от этого не застрахован. Самое главное с юмором подойти к этой ситуации и затем обратно вернуть внимание ваших учеников. Ну и, конечно же, тема гаджеты, интернеты, девайсы в рамках обучения английскому языку становится как никогда актуальной. на этой теме вы можете познакомить ваших учеников с той платформой, с которой вы работаете, с онлайн практиц, выучить основные кнопки, название кнопок, как называется компьютер, мышка и так далее, что как раз-таки обеспечивает практическую направленность темы. Ну и обязательно, конечно же, прежде чем работать в онлайн, нужно снять технические вопросы страны обучения с вашими студентами. Я так называю это гайд по платформе обязательно нужно провести, чтобы им было легко подключаться, работать, чтобы они не нарушали вашу работу, чертили на экране во время его демонстрации или там что-то рисовали, чтобы всем было хорошо. Ну и, конечно же, формирование правил и традиций, так же, как при оффлайн уроке. Мы, например, всегда говорим, что только английский язык, всегда выполнены домашние задания, желательно не опоздание на уроки. Подобные правила можно трансформировать и под онлайн формат, конечно же, что не чертим на виртуальном рабочем столе. Вот такие практические советы, они всегда работают. Большое спасибо, Елена, и коллеги, материалы из нашей сегодняшней встречи вы будете получать от нас с закрывающим письмом. Внизу на слайде обратите, пожалуйста, внимание, есть очень полезная ссылка для практикующих преподавателей с рекомендациями, как повысить качество обучения. Ну, рекомендации, на самом деле, там краткие, однако ссылку получить приятно. Более подробно и действительно отработанные на практике моменты это то, что мы с удовольствием проделываем совместно с вами. А я сейчас подошел к нашей следующей подтеме, предпоследней, поддержка для родителей. Поддержка в сторону родителей от нас, как от школы, важна с тем, что если мы поддержим родителей, то и родители поддержат нас, потому что это, в общем-то, те люди, которые несут в школу деньги, это те люди, которые обеспечат нам правильную народную рекламу, повысят популярность учебного заведения, поэтому этот фактор, скажем, мы тоже будем ласково взращивать, лояльность родителей. Но во время того, как мы переходим на онлайн-обучение, родителям тоже будет очень полезно знать, чем они могли бы заниматься с детьми дома. К ОМК, по которым мы работаем каждому из них, особенно детским, особенно подростковым, раннему подростковому возрасту, к ним дополнительно разработаны задания, которые даже при невысоком уровне английского родители все равно, причем получив тоже определенную меру удовольствия сможет проделать с ребенком дома. Задания на разные виды речевой деятельности, очень коротенькие, очень не занимающие время, как раз дающие ощущение того, что ребенок в школе действительно что-то изучает, потому что есть определенная проблема, связанная с рефлексом, наверное, психологическим условно это можно назвать, с тем, что обучающая среда это у нас один настрой, здесь можно по-английски разговаривать, вот передо мной мой учитель и моя группа, когда же я оказываюсь дома с родителями, это язык родной, и таким образом с родителями оказываясь где-то в среде, например, носителей языка, оказавшись на отдыхе, там ребенок тоже не успевает настроиться, потому что, например, перед глазами нет учителя, но вот мы таким образом развивая культуру моста между школой и домом, мы еще и снимаем вот этот психологический рефлекс настроя только на учебные стены, чтобы английский присутствовал везде, и когда мы видим родителя, и когда мы с родителями поехали куда-то отдыхать, чтобы я уже в аэропорту мог папе помочь правильно пойти помыть руки. Так, забежал чуть-чуть вперед, а упомянуть хотел еще один момент. Онлайн или тот микс оффлайн и онлайн, о котором мы сегодня говорим как о нашей новой реальности, он полезен еще и тем для родителей, что автоматические журналы в онлайн практике они тоже свидетельствуют о том, насколько прогрессирует обучающийся. Онлайн практика, которая сопутствует основным учебно-методическим комплектам, является домашним заданием, материалами для самостоятельной и иногда и аудиторной работы. Но она приятна тем, что учитель задействован на проверку здесь минимально, но при этом прогресс, случай посещения этой практики учеником, они всегда фиксируются. И если, например, посещение отсутствует вообще, то это будет тоже для школы, для родителей соответствующим сигналом о дальнейших действиях. Там нужно что-то будет предпринять, связанное с мотивацией, связанное с тем, чтобы понять, почему ребенок не занимается. В общем, автоматический журнал. Еще, что важно, качество независимого мониторинга. Лена, если что, здесь мне помогаете, но я сейчас красненько сам расскажу. Сертифицированное тестирование это уже далеко не первое десятилетие миром признанный вариант контроля качества обучения. В случае с проектом Oxbridge, где мы взаимодействуем с учебным заведением на всех уровнях, в том числе и на уровне независимой оценки качества обучения, это тесты разного плана. Тесты, определяющие уровень владения языком, причем сюда мы часто подключаем и преподавателей, это тоже бывает полезно для профессионального развития. Тесты обучающие, сейчас в принципе мы говорим в основном всегда об оценивании владения языком как формирующим оцениванием, это тест не ради теста, тест не ради контроля, а тест ради того, чтобы улучшить те конкретные навыки, и такой подход он еще и снимает эту стрессовую составляющую любой экзаменации. Так вот обучающее тестирование готовище к экзаменам итоговой аттестации в девятом в одиннадцатом классе, а также онлайн-олимпиады. Онлайн-олимпиады в экзаменационных форматах это часть проекта Оксбридж, в который мы приглашаем присоединиться уже сегодня, коллеги. И еще один ключ к решению вопроса, связанного с психологической привычкой разговаривать на английском только в учебных стенах. Это качество образовательной среды. Мы назвали так этот аспект преподавания языка. Он связан с тем, чтобы мы культуру использования английского в максимальном количестве жизненных ситуаций развивали еще и с творческим подходом. Творческая составляющая у нас это один из ключевых самых ценных навыков 21 века. Творческий взгляд на любую сложность, которая возникает, ну и, конечно же, на процесс обучения. Всевозможные конкурсы, но в нашем случае конкурсы, которые проходят в рамках проекта Образбридж, которые разработаны компанией Relot, это не всевозможные, это не бескрайние просторы, на которых можно только потеряться. Это установленный набор событий, которые уже зарекомендовали себя не первый год. Некоторые из этих конкурсов официально рекомендованы Министерством Просвещения, такой, например, как конкурс Единство в Различии, конкурс Эссе, который проходит каждый год, и в чате, уважаемые коллеги, вы найдете ссылку на расписание этих конкурсов и Олимпиад, которые мы проводим в этом и в следующем году, потому что уже он у нас не за горами. Еще забавную историю, я думаю, что многие о ней читали, это как раз иллюстрация к вопросам независимого мониторинга, проведения тестирований с экспертами и участия в подобных Олимпиадах и конкурсах как подтверждение знаний и прогресса учеников. Наверное, может быть, года полтора-два назад была очень интересная история, она абсолютно реальная, я наводила справки об этой истории, потому что думала, что это очередная такая провокация со стороны интернета, но нет, она действительно была реальная, и эта история заставляет задуматься и родителей, и главные руководители образовательных учреждений, да, в общем, не буду называть регион, город, что в одном из образовательных учреждений работал преподаватель, он обучал своих студентов китайскому языку, в общем-то, делал это довольно длительное время и довольно-таки успешно, как казалось всем, руководителю и родителям, ну, а дети, в общем-то, им было здорово, интересно, весело, им было комфортно обучаться, ну, и в какой-то момент это правда вскрылось, и оказалось, что ученики обучались несуществующему языку, что преподаватель не знает китайского совсем, он просто изобретал какие-то слова, формы, конструкции и учил этому детям. Это, конечно, выпиющая история, но тем не менее, такая яркая в негативном ключе, но тем не менее, чтобы убедиться в своих собственных знаниях, в знаниях своих учеников, чтобы контролировать их прогресс и их достижения, конечно же, несовисимый мониторинг, независимое тестирование, сертификаты, международные экзамены, участие в олимпиадах и конкурсах дает дополнительную гарантию того, что процесс обучения проходит качественно. Разумеется, качество это ключ к успеху, в том числе и к успеху коммерческому, и сейчас у меня еще осталось несколько слов буквально о том, как балансирование между онлайн и оффлайн форматом дает еще и возможность коммерческого роста. Экономия времени при занятиях онлайн это по сути даже не обсуждается. Мы экономим время как на подготовку урока лучше не экономить, но мы, например, экономим на том, чтобы добираться до места. Преподаватели у нас не затрачивают этого времени, чтобы доехать до школы, уехать обратно. Экономия времени укомплектовать расписание мы тоже можем более плотно, если у нас онлайн группы. Вот именно тем образом, что преподаватель у нас статичен здесь и из корпуса в корпус не перемещается. Больше можно встроить занятия график, разнообразить. Мы также можем группы, потому что если мы с кем-то занимаемся индивидуально, здесь грамотно выстроено, а мы в наших тренингах для преподавателей рассказываем о том, как грамотно выстроить еще и взаимодействие с каждым обучающимся, и даже если мы работаем в группах, здесь и группы мы можем в том числе увеличивать. Но придерживаться принцип шести участников занятия для практики устной и письменной речи мы по-прежнему рекомендуем, но есть и нужные ходы, полезные советы, как можно увеличить группы, при этом сохранить интерактивность. То есть вот в эту сторону мы вместе с вами, коллеги, на индивидуальных консультациях после сегодняшнего занятия сможем подумать, как задействовать больше слушателей из других регионов, расширяем географию работы нашей языковой школы за счет технических возможностей, которые дает нам интернет, гарантируем себе, конечно же, качество работы интернета, ну и при удачном соединении, при удачном подборе уже обученных, либо при подборе правильной обучающей программы для преподавателей мы сможем привлечь и больше слушателей. Ну, автоматическое отслеживание прогресса уже сегодня упоминалось, это онлайн практика, в которой результаты выполнения каждого задания, особенно если это аудирование и чтение, они подсчитываются сразу, сразу студент видит, насколько он эффективно работает, может в любом объеме переделывать задание, но автоматический журнал будет фиксировать все попытки и все результаты внутри каждой попытки. Вот за счет такого автоматического журнала, где и преподаватель видит свою группу, и академический директор видит всех преподавателей со всеми их группами, мы тоже держим руку на пульсе успеха, в том числе коммерческого успеха, потому что мы понимаем своем коллеге, что качество обучения будет нам еще и говорить о том, что мы качественно ведем дело в целом. Качество, результат, который будут ощущать обучающиеся, а также их родители, не забываем, да, тех, кто нам приносит деньги в школу, ну, или кто-то обучается сам, в общем, ощутимый результат, ощутимый результат на практике, и у нас звучали уже инструменты, которыми мы измеряем этот результат. Таким образом, мы имеем довольного клиента, который будет распространять благую весть о существовании наших образовательных услуг. Каким образом на уровне организации в целом можно гарантировать качество и коммерческий успех, это то, что звучало сегодня уже не единожды, но мы повторяем это с гордостью, это участие в нашем проекте Оксбордж, коллеги, где мы на всех уровнях следим за ростом качества языкового образования. Таким образом, мы сегодня пришли к слайду с выводами, пришли к нему за сколько это у нас получилось, 75 минут, отлично, коллеги, поработали, Елена, поможете подвести итоги, пожалуйста. Для того, чтобы было легко, эффективно, результативно работать в онлайн, необходимо помнить и уже не делать разницу и различия между онлайн и оффлайн. Материалы хорошо адаптируются для того и другого варианта проведения занятий. Конечно же, подготовка учителей самый важный ключевой фактор для того, чтобы работать с этими материалами и применять их грамотно, правильно и соблюдать преемственность процесса обучения в любой момент перехода из одного режима в другой. Методическое сопровождение процесса обучения не только в качестве повышения квалификации учителей, но еще и с точки зрения контроля качества. Под контролем качества подразумевается не только какие-то срезы работы преподавателей, но самое важное это, конечно же, замечание, рекомендации, как можно сделать процесс обучения более результативным, эффективным, но и самое главное интересным для учеников. Безусловно, это очень важно. Формирование образовательной среды для всех, для преподавателей и для учеников. Преподаватель может повышать свою квалификацию, обмениваться опытами со своими коллегами, получать новые знания, советы, лайфхаки и трюки для работы в форматах преподавания. А дети, конечно же, они приобретают такую некую уверенность, самоуверенность в том, что они действительно могут применять английский язык и на практике, и делают это замечательно, сравнивая себя не только со своими одногруппниками, но и принимая участие в международных проектах, конкурсах, олимпиадах. Ну и, конечно же, подтверждение своего успеха в виде сертификата после прохождения тестирования, конечно, радует и ученика, и учителя, и родители, и, самое главное, руководители школы. Когда портфолио каждого ученика пополняется, пополняется и портфолио, и престиж каждого образовательного учреждения. Спасибо. Таким образом, портфолио образовательного учреждения, портфолио качества образовательного учреждения у нас раскладывается на определенные составляющие. Ветви этого чудесного дерева коллеги, я уверен, что видели уже не раз, но все-таки напомню, что когда мы говорим об успехе образовательной организации в целом, это несколько уровней управления качеством образования, начиная от качества управления, где мы, например, предлагаем пакет документации, включающий даже внутренние приказы для школы, внутренние приказы на все случаи, которые могут на административном уровне возникнуть в связи с внедрением, например, дополнительного образования в государственной школе, или пакет, необходимый для получения лицензии на ведение образовательной деятельности, если это молодое учебное заведение с правильными амбициями. Дальше, качество учебного обеспечения здесь нам помогает издательство Оксфордского университета, гарантируя качество их материалов и качество методического обеспечения это удостоверение государственного образца, которые ваши преподаватели получают при прохождении курсов, занятий, ориентирующих на работу с Оксфордскими УМК. Не только на Оксфордских УМК мы будем замыкаться, но идея в том, что преподаватель с любым опытом он получает опыт работы с аутентичными материалами, он получает опыт работы в практике методики преподавания и представление о том, как работать со специфическими разноуровневыми разновозрастными группами. Это качество подготовки учителей, методическое сопровождение разработки программ, которые имеют грифы министерства. Дальше качество независимого мониторинга, внешнее оценивание обученности учеников, внешнее оценивание уровня квалификации преподавателей и работа на улучшение этого уровня. Затем образовательная среда, которая подразумевает взаимодействие с родителями, которая подразумевает активность на языке за пределами учебной аудитории, будь она онлайн или оффлайн. Качество научных разработок и профессиональной экспертности. Здесь также мы оказываем поддержку в ведении научной деятельности, если это имеет место. И, как я говорил, коллеги, не раз сегодня, мы растем и развиваемся именно вместе с вами. на индивидуальную консультацию по проекту Оксбридж записываемся к Елене и ко мне уже сегодня и в ближайшее время по электронным адресам нашим рабочим, либо основной адрес проекта Оксбридж это Оксбридж собака Relo.ru Модератор в чате еще продублирует полезные ссылки и наши адреса сейчас. Мы ждем ваших вопросов в чат. Благодарим вас за участие сегодня, за активное участие, особенно в первой части передачи. Через неделю у нас намечается следующая новая интерактивная методическая пятница. Даже не буду пока анонсировать темы. Следите пожалуйста за нашей рассылкой. Мы стараемся оповестить заблаговременно и несколько раз и еще один раз непосредственно за день до проведения методической пятницы о времени и темах которые она проводит. так посмотреть нужно на чат. Спасибо большое уважаемые участники. Смотрю на чат. Вижу первое что я вижу ваша реакция ваша благодарность. Спасибо мы рады вас сегодня видеть здесь. Пожалуйста следите за новостями и присоединяйтесь к нашим методическим пятницам. Я вижу вопрос от Юрия насчет пробного варианта олимпиад. Конечно мы разделяем тревогу насчет того что детей может пугать формат новый. Успех в любом экзамене или хорошо олимпиаде он как раз связан с тем что мы владеем языком и мы проинформированы о формате. в работе с тестированием СЭЛТ или подготавливающим тестированием на сдачу экзаменов у нас есть пробные образцы поэтому пишите пожалуйста нам на наши адреса и мы вышлем вам пробные доступы для ознакомления с форматом олимпиад это и тестирование СЭЛТ и другие форматы на которых мы работаем. Еще вопрос да Елена вынуждены тут уже пишут модераторы что у нас подходит время потому что следом за нами у нас еще одно мероприятие сегодня поэтому нам нужно попрощаться поблагодарить наших участников и все вопросы которые есть возникают пожалуйста пишите нам на почту указанной в чате и на ваших экранах спасибо большое уважаемые коллеги спасибо Геннадий спасибо Елена спасибо коллеги на вопросы в чате мы ответим индивидуально у всех коллеги у нас есть ваши адреса и мы тогда пришлем непосредственно письменно потому что вопросы правда касаются индивидуальных случаев в том числе материалы для обучения английскому курсантов летного училища такой материал у нас тоже есть они еще выливают все пришлем у нас тоже выливают